Сегодня мы с вами в музее встречаемся с почётным гражданином города Сестроя, Руфом Ивановичем Филимоновым. Но Руф Иванович Филимонов имел тесную связь ещё с двумя сестройцами. Это подлесный Андрей Павлович и Голубев Василий Фёдорович. Игорь Павлович, сохранилась переписка Руф Ивановича с этими людьми. Очень тесная, очень тёплая, очень справедливая переписка. И это ещё раз доказывает, что они служили всегда примером ему в течение всей жизни. Так, Руф Иванович? Да, так. Особенно Голубев. Особенно Голубев. Да, особенно Голубев. Потому что у меня большие связи с ним были. Очень большие связи. И переписка большая. С Андреем Павловичем, всё же, я несколько раз встречался. Ну, всячески сюда в Верфище приходилось встречаться. Но уже не столько, сколько с Голубевым. Я подошёл к Василию Фёдоровичу и говорю, у меня есть материалы у вас, напечатанные в газете. Откуда вы взяли? Да я говорю, от кое-как, кое-где собрал. Так давай встречаться, я тебе всё расскажу о себе. И книги тебе подарю. Кстати, книги подарил мне. И с тех пор, он как только, он через год или каждый год ездил, звонит из Москвы. Руф, встречай меня, я приезжаю, и Волхов, такого-то числа, в такое-то время. Я иду, значит, к нашему мэру и говорю, вот Василий Фёдорович приезжает, надо как-то туда машину. Он, машина будет, езжай. Я приезжаю туда, встречаю его. И начинаем. Старую Ладогу, значит, едем, где его школа была, встречается со школьниками в Старой Ладоге. Потом едем с сестрой, он встречается со школьниками нашей средней школы, везде отвечает на вопросы. И вот так на протяжении, наверное, десятка, а то и более лет. В 2001 году он умер, на 89-м году жизни. В музее есть книги, и одна из главных книг называется «Дорогие мои земляки». В этой книге собраны очень интересные очерки о людях, о наших сестройцах. Когда выпустили эту книгу, ограниченное количество было. Потом 122 экземпляра пришлось ещё допечатывать. Потом 100 люди записывались, и 122 экземпляра ещё заказали. Пришлось допечатывать. И до сих пор люди хотят иметь эту книгу. Эта книга – это кусочек советского прошлого. Да. Чистый, патриотический кусочек советского прошлого. Там о людях, о участниках войны, о тружениках наших на комбинате, ударниках, сахановцах. Там всё, так сказать, если будут читать наши потомки, они узнают, как жили наши деды и прадеды. Руф Иванович, но у вас вообще-то очень интересная жизнь. Детство было, конечно, сложное. Нас было шесть человек ребят, шесть братьев, седьмая сестрёнка. Но одна сестрёнка умерла. Так что война началась. Мы с сестрой переехали в деревню Жуковщину, так как там полегче всёшки было жить. Началась война, и здесь Судоверь в 1942 году открылась. Я пошёл в отдел кадров, мне подросток был, и прошу, пожалуйста, примите меня на работу. Сколько тебе лет? Я говорю, мне тринадцать. Вот когда будет четырнадцать лет, тогда и приходи. Я, значит, не дождать этого времени, когда мне будет четырнадцать. Четырнадцать лет наступило, прихожу, он говорит, мы берём только пятнадцати лет. Я говорю, что вы, у нас такая семья. Отец на фронт ушёл защищать родину. А жить-то всё равно тяжело на этих, на пайке хлебном. Он, ну ладно, ты подростком выглядишь неплохо, большой подросток, я тебя оформлю. Иди домой, только принеси документ, что тебе четырнадцать лет. Пошёл домой, накрыли клечо, это четыре километра Жуковщины, четыре километра Жуковщины. Прихожу, ага, всё, документ правильный, я тебя направляю в Кузнецкий цех. Учти, больше работают молотобойцы, потому что там уже на учёбу времени нет. И меня начальник цеха, Иван Иванович Слободяник, направил в ночную смену сразу. Направил в ночную смену, прихожу, Кузнецкий мне даёт кувалду, вот, говорит, твой рабочий инструмент кувалда, вот, говорит, наковальня, я буду подавать гвозди, а ты будешь и шляпки это самое наводить. И вот этих шляпок нужно было в смену сделать девятьсот шестьдесят штук, две шляпки в минуту. Конечно, первую смену я не мог выполнять, это тяжело было, тяжело было. И потом, значит, чёшки добились этого. А в этом времени у меня есть такие строчки. Куй железо пока горячо, и не бойся колючих окалин. Сталь покрепче, узнаешь ещё, говорил мне кузнец Волокжанин. Я старался, но молок тяжёл, капли пота глаза застилали, а рубаху дырявила соль, я терпел, словно сам был из стали. Вот такие строчки были про это. Игорь Иванович, скажите, вот не такие гвозди выковали? Да, да, да. Покажите ребятам, наверное, они увидят. Эти гвозди вот баржевые, их специально этими гвоздями обшивали баржи. Обшивали баржи. Где-то вот потолще, где накладки были на барже, эти шли, а где только лишь брус один, там, значит, вот эти гвозди. Вот нужно было 960 таких гвоздей смену отковать. А заготовочки поступали, да, были заготовки? Да, как же их? И тут же два молота стояли механических, их резка такая была металлическая. Их здесь оттягивали, и эти оттяжки мы брали и работали над ними. А сколько ударов необходимо было сделать, чтобы получилась такая штука? Ну, это удара 2-3 нужно было сделать обязательно. Ведь надо сказать вот это о начале войны. Ведь в прямом смысле фашисты разбомбили наше детство не только в Киеве. Они по всей стране разбомбили детство. Кто на передних рубежах был, дети попали в концлагеря, многие погибли. А в Ленинграде там вообще, знаете, что творилось. Там многие-многие детишки ушли на тот свет из-за голодной смерти. А и нам в целом тоже не легче было. Вот не зря же у меня такое родилось стихотворение. 14 молот я взял на плечо, поведал мне голод, лихо почем. 14 ели блокадный паек, глаза стихленели от дальних дорог. 14 бомбы рвались на пути, хоть жаль, но рубашки пошли на винты. 14 лет-то за парты сидеть, раньше всех сроков мы стали сидеть. Мы, это дети той страшной войны, мы были в ответе за тыл всей страны. 14 лет, а порой и младше, в цехах и на поле мы были за старших. Словно в атаку в работу вгрызались и как солдаты с победой вратались. Все это говорит о тяжести нашего детства. Я служил 3 года и 7 месяцев в Германской Демократической Республике. Там окончил дивизионную школу, получил звание сержанта и, значит, должность старший орудийно-мельмётный мастер. И вот в этой должности я, так сказать, служил и вернулся домой. Но вернулся домой, узнал, что моя будущая жена, Мария Ивановна, окончив техникум, получила направление в Уфу, в столицу Башкирии. Переписались с ней несколько раз. Она и говорит, что, значит, мне нет никакой возможности выехать домой, пока не отработаю определенный срок. Надо был определенный срок. Тогда я решаю, сам принимаю решение, еду к ней. Но прежде, конечно, переговорил с родителями. Родители дали благословение. Пошли к её родителям. Они поставили фотокарточку её на стол. Вот, говорит, твоя невеста. Мы даём вам благословение обеим. Всё, и те, и другие. Я поехал в Уфу. За ней поехал. Да, да, за невестой поехал. Ну, а там, значит, прежде всего сняли комнатку. Вот такая Юлия Михайловна, добродушная старушка. Она почему-то меня в то время называла Юрочка. Юрочка, давай выпьем по рюмочке. Её присказка была. У неё всегда там был замогон или ещё чего-то. Но я вежливо отказывался. Юлия Михайловна, я пью только чай, я не могу это пить. Ну, вот, вежливо так. Хотя мы её уважали очень. И вот, значит, устроился на военный завод, лабораторию. Военный завод, почтовый ящик 49. В лаборатории там испытывали образцы всевозможные для военной промышленности. Какие образцы, я, конечно, говорить не буду. Вот. Там до определённого срока поработал. Мы справили комсомольскую молодёжную свадьбу скромненькую там. Значит, дорогие. Регистрировались в Уфе. По законам природы, в определённое время пришло время Марии, так сказать, принести первенцев домой. Выехали на родину сюда, в сестрой. Она всё разрешилась, тяжело, но благополучно. И, значит, пишем письмо в Министерство лёгкой промышленности. Просим, просим по семейным обстоятельствам дать ей расчёт. Всё. Оттуда пришёл положительный ответ. И вот мы остались, так сказать, с сестрой. Она пошла в торговлю работать, до конца работала в торговле. Ну, а я сначала работал в Ворсе. Потом, значит, да, я ещё в Уфе. У меня четыре класса всего образования было. Там закончил, пошёл сразу в седьмой класс. Тяжело было, но с помощью, так сказать, Марии и прочей. И окончил не только успешно, а даже с похвальной грамотой. Только вдвоём, вот, из всего класса получили похвальные грамоты. Я и шофёр министра сельского хозяйства Башкирии, такой Виктор Терещенко. Виктор Терещенко. Вот только два человека получили из всего класса. Ну, а затем приехал домой. Ну, надо же повышать свой уровень. Тем более, что я в армии написал первое стихотворение. У меня уже тяга была к этому печатному слову. А стихотворение такое. Значит, нас сначала что? Приучали к солдатской службе. И на полигон, на стрельбы, и на часовыми ставили по охране объектов. Вот меня поставили на охрану объекта ГСМ, склад ГСМ. Ночь, темнота. Хожу назад, вперёд. И какие-то строчки такие приходят в голову. Тишина. Лишь луна серебрится средь рёд. На речная волна набегает на плёт. На посту часовой ходит зад и вперёд. В крик и шорох ночной он берёт на учёт. На посту часовой границы надёжный оплот. Значит, подлый враг к нам в дом не войдёт. Такое оно не очень хорошее. Но первое. Но первое. Там ещё печатали стихи, заметки мои. Поэтому у меня уже тяга была сумасшедшая к печатному слову. Ну, а это самое. Пришёл домой, думаю, надо учиться дальше. Поступил в техникум. Так как в курсе работал. Окончил. Работал, значит, заведующим столовой. Не нравится работа. Меня пригласили на хлебозавод. Директором Сестройского хлебозавода. Работаю и одновременно пишу, 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 пишу. Стихи, заметки, зарисовки. Печатается. Сначала печатали знамя коммунизма в Новоладожской. Новоладожский район был. Потом при объединении районов Волковские огни с удовольствием стали печатать. Ну и Ленинградская правда, зарисовки природы. Лесная промышленность печатала. Ну, в общем, где бы только я не посылал, везде с удовольствием. Даже в социалистической индустрии появились мои зарисовки о природе. Однажды даже с лесной промышленности специальный посланник приехал, привез мне подарок от коллектива за любовь к природе. Значит, такая картина на металле. Журавли пляшут, два журавля. И вот эту картину я до сих пор сохраняю у себя дома, как драгоценный исторический экспонат. Работаю, так сказать, в печати. Работаю на хлебозаводе. Вдруг меня приглашают на комбинат в Портком. Руф Иванович, у нас Кустов, редактор газеты, очень тяжело заболел Николай Иванович. Видимо, ему больше не выйти на работу. Мы приглашаем тебя. Только я говорю, я же не журналист, я только еще общественник. Какой ты уже готовый журналист, и мы видим, во всех газетах печатается. Ты готовый, а если в случае чего мы тебе поможем? Ну, в дальнейшем я понял, что такое помощь. Надо на свою голову надеяться в первую очередь. И потом, значит, окружать себя активом, рабкоровским активом, чтобы в каждом цехе был тебе помощник, рабочий корреспондент. И создал сразу общественную коллегию. И у меня дело пошло. В газете, ну, буквально, все были, все эти, так сказать, темы. И профсоюзные, и комсомольские, и партийные, и трудовые. Все о дисциплине доставалось этим, так сказать, прогульщикам и пьяницам. Все это было. Поэтому вот в смотрах министерства нашей бумажной промышленности, этих многотиражек, наша газета всегда, всегда отмечалась. Денежные премии, грамоты и прочее, прочее. Павел Иванович, а вам трудно было оставить редакцию и вообще вот это писательство? Нет, понимаете, уже тяжеловато стало. Ну, ведь это же, жена, я помню, так мне сказала. Я день и ночь, все в голове газета. Прихожу домой и снова сажусь писать. Она говорит, да возьми ты койку, кровать, поставь редакцию и живи ты там. Когда ты кончишь этим заниматься? Никогда не кончил. Я только рассчитался, значит, вышел на пенсию, меня пригласили в Волковские огни. В Волковских огнях несколько лет проработал. Нет, думаю, надо все же собраться, написать книгу. Материалов очень много. И вот собрался и написал книгу к 80-летию комбинатора. Так что я все время в работе. До 80-ти лет я сотрудничал активно с Вестями, областной газетой Вести. До 80-ти лет. Так что все, Рух Иванович, еще время в работе. А сейчас стихи опять. Нет, нет, подброшу всякие рабочие. Мои темы, ну, в основном-то темы это природа, в основном. Но и я писал много о войне. Вот, допустим, такое стихотворение. Сороковые грозовые, они во сне и наяву. В стране сменились часовые, а то не перевернуть главу. Она вобрала столько горя в кровавый свой круговорот. Решал снаряд, решала пуля, решал солдат войны исход. Он шел на дот, свинцу навстречу, на танк со связкой гранат. И не сгибался в этой сече 4 года все подряд. Он шел в атаку днем и ночью, освобождая край родной. Сметал фашистов в клочья. Сметал фашистов в клочья. Бою был истинный герой. И победил. Нет высшей доли. Флаг над Рейстагом, звездно Ал. Теперь домой. Пора и в поле. Плук. Борозду, штык в арсенал. Так что вот такие дела. А у вас еще есть какие-то планы? Ой, планы сейчас какие. Быть бы немножко по здоровьям покрепче. Вот план самый главный. Это самое великое счастье здоровья. Но годы, видимо, берут свое. Супер. Т-динфедеск. Супер. Ура. Ура.